всем привет дорогие друзья и с вами снова канал unreal игра ну что ж мы продолжаем наш гайд по моду matter overdrive ну что ж сегодня мы будем заниматься энергии термоядерным реактором ну что ж давайте рассмотрим самое простенькое что тут можно сделать по созданию энергии это солнечная панель делается она тоже достаточно просто из угля 2 угля 3 стекла кварц нижнего мира две микросхемы mk2 и машинный корпус она вырабатывает не очень большое количество энергии 15 рф затек где-то и соответственно только днем ночью она не вырабатывает энергию все это можно убирать как вы видите вот тут такая точечка страны это гравитационная аномалия ну или скажем так черная дыра ее можно найти просто прогуливаясь где-то в природе возможно в шахте где-то точной информации нет но ее найти можно вот так она выглядит ее никак невозможно скрафтить и как нельзя собрать вот соответственно она выглядит вот так вот бывает разных размеров чуть чуть поменьше чуть побольше ну например где-то ее нашли в природе да например а пусть будет вот тут сейчас вот то что приз происходило это было как раз таки то что вот эта гравитационная аномалия она засасывает себя блоки то есть рядом возможно будет маленький кратер если это гравитационная аномалия она большая ладно берем контроллер термоядерного реактора давайте сейчас посмотрим что нам вообще нужно для сегодняшнего выпуска так машинный корпус отыкновенный так курочку засосала так ладно машинный корпус катушка термоядерного реактора который делается из схем mk1 четырех сверх проводящих магнитов и тритановой пластины катушка термоядерного реактора так далее контроллер который делается из схемы mk3 mk2 четырех катушек термоядерного реактора и двух тритановых пластин а также машинный корпус вот далее потребуется гравитационный стабилизатор он делается из сверх проводящих магнитов пространственный временной эквалайзер и три тритановой пластины также машинный корпус так ну что ж берем значит контроллер термоядерного реактора и устанавливаем где-то примерно вот здесь чуть чуть неправильно сейчас мы сюда сместим потому что тут нужно именно попасть чтобы он был в середке вот смотрите тут вот такой шаблон идет у термоядерного реактора то есть видите такие блоки точечки собственно нужно по ним и ориентироваться так так это можно спокойно выкинуть вот туда видите потихонечку блоки даже засасывает вот собственно гравитационная аномалия она если мы будем не в креативе она нас будет затаскивать вот так вот причем с определенного расстояния и при этом наносить урон так ладненько вот смотрите да аномалия она как раз таки в середине где этот квадратик значит мы делаем все правильно далее что мы делаем а еще нам понадобится знаете что совсем забыл нам понадобится разлагатель материи в количестве две штук всего делается из схемы мк3 трех тритоновых пластин двух липких поршней материально-энергетическая конвертирующая матрица и матрица интеграции так значит что мы делаем ставим так берем разлагатель материи ставим один ставь ставим второй вот далее далее берем машинный корпус ставим и тут ставим машинный корпус по углам тоже ставим машинные корпусы раз 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 тут 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 так конструкция это многоблочная структура но пока что она просто выглядит как квадратик так вот такую вот конструкцию мы собираем пока что да ну как вы видели что из машинных блоков где нужно собрать вот я вот так вот специально сделаю чтобы вы могли посмотреть вот и вот эти катушки термоядерного реактора ставим вот тут уже по краям вот таким вот образом все теперь конструкция завершена вот тут вот написано что все сто процентов и у нас все отлично вот такой вот меню термоядерного реактора так что тут места для апгрейдов по-прежнему есть не знаю что они тут будут делать но они все же есть так так вернемся в главное меню так вот это это прирост энергии то есть какое количество энергии у нас будет вырабатывать термоядерный реактор при таком количестве поступления в него материи то есть ему закинуть вот такое количество киломатерии он выработает столько-то энергии в тик а вот этот своеобразное такое колесико да чем ну если энергию не забирать вот через этот слот или через какие-то видимо провода то соответственно она будет тут накапливаться до тех пор пока не дойдет до сто процентов и шкала будет тут вот так загораться давайте приступим к производству энергии и посмотрим как вообще все это работает так ну например возьмем так какие ладно материю блок травы например попробуем взять разлагатель материи заходим кладем сюда блока травы например и кладем для начала какую-то батарейку потому что чтобы генератор разогнался и сам себя начал обеспечивать нужно чтобы начальный старт дать вот видите сейчас разлагается и соответственно материя будет производиться и сразу будет поставляться вот сюда как только материя поставляется вот тут тоже будет чуть-чуть отображаться вот в процентах тут сколько она есть видимо она вот тут будет вот так тоже ползти вот эффективность сто процентов столько-то энергии вырабатывать и вот энергия пошла видите 0 4 тысячных четыретысячных по моему вот и смотрите что мы можем сделать вот эта штука гравитационный стабилизатор да она нужна для того чтобы гравитационная аномалия она не расширялась она может расшириться вот вплоть до таких вот размеров примерно как этот наш реактор термоядерный и соответственно чтобы она у нас не поедала мир потому что она может нужно ставить вот такие вот гравитационные стабилизаторы но давайте попробуем сначала я продемонстрирую как она поедает мир берем для этого алмазные блоки не знаю почему именно алмазные но только после них она начинает адекватно работать смотрите кидаем и начинается нечто черная дыра начинает ну то есть она приобретает большую массу и начинает с большей площади засасывать себя блоки блоки предметы сущности и при этом она растет чем больше она прожорливая становится засасывает все даже воду я думаю пока что ей столько хватит и при этом количество вырабатываемой энергии увеличивается то есть чем больше материи мы туда закинем вовнутрь вот в черную дру самую тем больше она энергии будет производить то есть силы то есть скажем так этот генератор видимо построен на том то что вот эти катушки да там как-то видимо образуется электричество когда чем сильнее тяга черной дыры видимо как то так это работает видите постепенно растет соответственно чем больше блоков и алмазов всякой ерунды будем закидывать тем тоже больше будет становиться масса этой ух ты блок подобрал масса черной дыры так ладно мне кажется пора чтобы она уже остановилась для этого нам нужно использовать гравитационный стабилизатор так 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 первый поставили второй поставили так вот тут нужно использовать ключи так потому что иначе не повернуть во стабилизаторы начинают работать так то есть они стабилизируют ее и она не засасывает блоки видите вот они там валяются они как бы постепенно будут подниматься вот те но мир она разрушать уже не будет так внизу тоже ставим не там поставил вот и чуть чуть выше ставим по моему гравитационная аномалия не засасывает только обсидиан ну если в мире он лежит но имею ввиду без стабилизатора вот этих так как то вот так примерно так вот все теперь у нас а засасывать вот этот блоки из мира больше не будет аномалия так что можем спокойно сейчас посмотреть сколько тут 938 рфтик выдает кидаем пару стаков и да к сожалению тут лучше сделать какую-нибудь подложку потому что ну если просто она 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 не сразу может все подобрать то есть очень медленно или даже вообще не подбирает так ладно давайте попробуем тогда вот так сделать прям вот в нее тут проблема уже в другом так сможем ли мы вот так накидывать и чтобы мир не разрушался по идее по сути в этом то и суться мне кажется что стабилизатор не справляется со своей работой либо это дело нужно все-таки ниже но вообще они как бы видимо постепенно ее стабилизируют потому что она становится меньше со временем скорее всего это именно так и работает но зато при этом сохраняется то количество энергии которое она вырабатывает видите уже 4000 с чем-то то есть это уже гораздо больше давайте сейчас только протестируем может ли она взаимодействовать с какими-то другими модами и соответственно принимать энергию термоэкспэншн так сейчас бы найти нам трубы из термоэкспэншн так вот они так и в принципе да любой механизм можно взять посмотреть я просто не в курсе откуда энергия может выводиться и вообще может ли так вот так она не выводится не подключается тут так так сейчас даже вот интересно будет ли она так работать ага то есть нужно соединить вот так трубы ну-ка если напрямую вот так ага значит подключать нужно к контроллеру и смотрите сколько сразу стало отображаться сколько в контроллере энергии видите охрененное количество RF энергии я вот так вот сделал я просто не смогу физически посчитать сколько это видите энергия сразу стала забираться тут уже все полным полно теперь мы знаем то что он взаимодействует с термоэкспэншном на сто процентов ну что ж а на этом все вернемся в следующем выпуске нашего гайда надеюсь что гайд был полезен подписывайтесь на канал не забывайте ставить лайки и рассказывать друзьям всем пока не забывайте